Впервые за много лет объем бюджета Омской области можно назвать беспрецедентным. Более 1 миллиарда рублей с начала года направлено на поддержку мобилизованных и их семей. Еще столько же денег планируется потратить на благоустройство по инициативным проектам. Куда еще идут государственные деньги, об этом говорим сегодня с председателем Комитета по бюджетной и финансовой политике Законодательного собрания Омской области, членом партии «Единая Россия» Вадимом Бережным. Вадим Григорьевич, мы предлагаем начать с исполнения бюджета за первое полугодие 2023 года. Вопросы важные, несмотря на то, что он такой в цифрах все-таки представлен, но тем не менее, благодаря бюджету и этим цифрам мы закрываем достаточно большую часть программ социальных, которые важны для населения. И предлагаю нашим зрителям немножко объяснить, что из себя представляет бюджет первого полугодия 2023 года, как он выглядит, за счет чего складывается и как он менялся, собственного, это первое полугодие. Добрый день. Я должен отметить, что Комитет по финансовой бюджетной политике, который рассматривал не так давно отчет о выполнении бюджета Омской области за первое полугодие 2023 года, обратил внимание на то, что он увеличился, бюджет региона нашего, в сравнении с первым полугодием прошлого 2022 года, вырос почти на 20%. Выросли доходы на 20%. И это позволило увеличить, скажем так, осигнование на целый ряд нужд, которые являются крайне приоритетными. И в том числе в этом году впервые выросли расходы на реализацию так называемой народной инициативной программы. Тогда, когда Амичи и в районах Омской области жители сельских районов выбирали те или иные проекты для того, чтобы обеспечить благоустройство, ремонты, капитальный ремонт. Вот именно как раз в первую очередь на эти цели была направлена часть средств сверх планируемых за первое полугодие нынешнего года. За счет чего осуществляется этот прирост? За счет чего бюджет становится больше? Основную, скажем так, долю прироста бюджета в первом полугодии 2023 года в Омской области дали налоги на прибыль организации. То есть прибыль была показана у предприятий, заводов, организаций, у бизнеса больше, чем годом раньше. И именно она существенную часть, более 7 миллиардов составила вот эта приростная часть за счет налога на прибыль организации. Второе по значимости добавление к приросту бюджета дал налог на имущество организации, то есть имущество стало больше. И третье, увеличились налоги, собираемые с НДФЛ, доходов физических лиц. Это тоже объективная вещь, значит денег так или иначе амичи получили больше. Значит в этой связи и отчисление налоговое по доходу налог тоже вырос. Это статистика, это математика, с этим никак не поспоришь. То есть выросли налоги предприятий, выросли доходы предприятий, также точно выросли доходы жителей города, Омска и сельских районов, пополнились налоги региона. Сейчас у нас еще в числе одной из приоритетных программ это привлечение инвесторов крупных в регион. Они вообще какую-то роль играют именно в бюджете? Вы знаете, мы сейчас работаем в периоде, когда те инициативы, которые правительство Омской области, Министерство экономики Омской области разработало для привлечения инвесторов. Та активная позиция, которую занимает губернатор и на всероссийской площадке по популяризации Омской области, ее привлекательных преимуществ для инвесторов. Вот эти шаги сейчас требуют от нас как раз создания для инвесторов льгот, налоговых льгот, инфраструктурных льгот, предоставления им площадок, ресурсных возможностей по газоснабжению, по свету, по водоподведению, строительства дорог к их будущим объектам. И на сегодня мы находимся в стадии, когда как раз мы создаем льготы для инвесторов, чтобы их привлечь. Но уже по ряду проектов, которые состоялись, инвестиционных проектов, и год, и два, и три года назад, мы начинаем получать прибыль. Прибыль, то есть тот самый рост прибыли организаций, которые инвестировали в Омскую землю, начинает попадать нам в бюджет. Именно и поэтому, в том числе, в первом полугодии 2023 года, доходы Омского регионального бюджета увеличивались. Немало организаций тех, которые показали более высокую прибыль, это те организации, которые пришли со стороны, из других городов, и инвестировали в Омскую область. Не могу не сказать еще о зарплатах. Регулярно происходит повышение, и вот в том числе за счет повышения доходов бюджета в этом первом полугодии уже какая-то была работа проведена в этом направлении? Вы знаете, наши регионы являются одним из самых последовательных в Российской Федерации по исполнению майских указов президента Владимира Владимировича Путина, которые обеспечивают обязательные критерии уровня доходов части бюджетников. Это учителя, это медицинские работники, можно продолжать этот список. И каждый квартал производится расчет средней зарплаты по экономике Омской области и обеспечивается требование по формированию уровня зарплат бюджетников в названной категории в процентном отношении вот этой зарплаты. Но сегодня, например, известно, что средняя зарплата врачей в регионе должна быть равной 200% средней зарплаты по экономике области. Зарплата средней медицинских сестер, средних медработников должна быть равна в среднем 100% средней расчетной зарплаты по Омской области совокупной. И эти показатели, они обязательно выполняются, за этим ведется жесточайший контроль, в том числе на Комитете по социальной политике, на Комитете по бюджетной политике. Эти вопросы регулярно рассматриваются, и Омская область контролируется в этой части федеральным правительством. Мы выполняем все эти нормативы, и дается это на самом деле нелегко, но вместе с тем, потому значительная часть доходов бюджета у нас и направляется на зарплату бюджетных организаций, именно бюджетников. В октябре были приняты уже изменения в региональный бюджет второго полугодия, и тогда объем его был назван беспрецедентным. Расскажите для понимания нашим телезрителям, что вообще понимается под этим словом? То есть мы, получается, побили какой-то рекорд? Действительно, не так давно Комитет по бюджетной политике поддержал изменения в бюджет Омской области до конца 2023 года, и впоследствии эти изменения были приняты законодательным собранием. Согласно этим изменениям, доходы бюджета региона, если в начале года предполагалось, что они будут равны 136 миллиардам, гигантская на самом деле сумма, только предстоит помнить о том, что из них более половины уходит как раз на зарплату бюджетной категории работников. Так вот, доходы бюджета со 136 миллиардов выросли до 144 миллиардов. Это значительный рост, такого уровня доходов регионального бюджета у нас пока еще никогда не было. При этом расходы приблизились к 160 миллиардам рублей. Надо сразу сказать, что значительную часть доходов и роста доходов составили поступления из федерального центра, мы их называем безвозмездные поступления, более 45 миллиардов рублей. Это та часть денег, которую федеральный центр вернул Омской области, региону, собранных у нас на земле здесь налогов. И Омская область теперь этими деньгами пользуется. Рост на самом деле беспрецедентный, но должен сразу сказать, что основные цели, на которые были эти средства сейчас при принятии изменения бюджета до конца года, основные цели, на которые были эти средства направлены, это помимо зарплаты для бюджетных категорий работников, это социальные направления, это прежде всего выплаты, которые у нас получают на территории региона нескольких десятков категорий граждан, это в том числе обеспечение льготными лекарственными средствами тех пациентов, которые нуждаются в этом, это в целом поддержка социальной тех категорий граждан, которые не могут позаботиться о себе. Они значительную часть наших, скажем так, увеличенных доходов заставляют направить на эти цели, но это задача государства, это задача правительственной области, помочь прежде всего тем, кто не может о себе позаботиться. А если говорить о социальных поддержках, вот, коль мы сейчас заговорили, сейчас ведь, конечно, идет активная поддержка участников спецопераций и их близких, их семей, вот в этом плане хватит ли на всех денег и есть ли нашим жителям Омской области о чем беспокоиться, тем, кто пользуется льготами, поддержками? Дело в том, что за счет как раз роста доходов бюджета Омской области в этом году нет никаких сомнений в том, что семьи участников специальной военной операции будут обеспечиваться всем необходимым и социальными выплатами и, скажем так, как раз возможностью бесплатно пользоваться какими-то социальными услугами. Мы знаем, что сегодня уже и дети входят в сад участников специальной военной операции, и школьное питание обеспечивается, и целый ряд других возможностей предоставляется бесперебойно. Это те люди, которые сегодня служат Родине, те, которые отдают свое здоровье, силы Отечеству и борются за будущее нашего государства. Это эти выплаты, эти объемы финансирования включены приоритетные на предстоящий год, на 23-й год и на будущий год, и они будут обеспечиваться полным рублем, без всяких сомнений, как будто это обеспечивается на самом деле самой нуждающейся социальной категорией граждан, так как у нас это было всегда. Это серьезные суммы? Эти суммы на сегодня уже превышают, скажем так, порядок миллиарда, и мы уверены, абсолютно у нас найдутся средства для обеспечения этих категорий наших земляков в приоритетном порядке. Сейчас уже формируется бюджет на следующий год. Можно ли уже говорить какие-то цифры? Очень плотно в рамках подготовки бюджета 2024 года депутаты Законодательного собрания и члены Комитета по финансовой политике работали с командой Министерства финансов Омской области, которая возглавляет министр Вадим Александрович Чеченко. И, как мне кажется, нами проработаны самые злободневные нужды прежде всего. Безусловно, это первоочередные сигнования, которые будут направлены опять на зарплату бюджетным категориям граждан, бюджетникам, на социальные выплаты. Но значимый объем средств впервые в 2024 году будет направлен в том числе на реализацию так называемого инициативного бюджетирования. Программа, которая в Омской области, далеко не во всех регионах это есть, семимильными шагами движется вперед уже в течение года. И это та программа, которая позволяет услышать, обобщить, проанализировать пожелания наших земляков, обычных граждан, которые, может быть, не участвуют в политическом процессе, но им была дана возможность во время голосований на сайтах, во время встреч в клубах, при встречах, например, с нашим в то время кандидатом губернатора Виталием Павловичем Коценко, на площадках общественных организаций выдвинуть свои проекты и потом собрать максимальное количество голосов за то, чтобы именно вот эта улица могла быть освещена. Или вот в это село пришло газовое обеспечение. Или, например, вот тут был построен каток или детская площадка, или вот именно эта школа отремонтирована в первую очередь. И по выражениям этой народной программы, которая сейчас очень внимательно изучается, анализируется теми, кто составляет бюджет, видно, насколько жители того или иного микрорайона, той или иной улицы действительно переживают, а может быть, нуждаются в том или ином объекте или в ремонте той или иной какой-нибудь инфраструктурной единицы. И правительство, а потом законодательное собрание именно вот эти чаяния слышат. И внимательно эту информацию собирал как раз губернатор в ходе поездок по Омской области. И сегодня мы эти проекты реализуем. Никак не могу не упомянуть о том, что значительную часть инициатив, которые собирали представители, которые поддержали партию большинства, Единую Россию, это называется народная программа, также включены в программу инициативного бюджетирования и будет реализована, и эта работа уже пять лет продолжается. Поэтому размер будущего бюджета 2024 года для Омского региона, он действительно беспрецедентный. Уже сейчас закладывается сумма порядка 135-136 миллиардов рублей. И мы помним по опыту 2023 года, что она, скорее всего, значительно вырастет за счет ассигнований из федерального бюджета, которые обязательно добавятся к нашим деньгам, и за счет возможного роста собираемости налогов, как мы в этом году уже увидели, с прибыли организации, с налогов на физических лиц, от их зарплат и от имущества Омской области. Поэтому можно прогнозировать, что на будущий год, в конце 2024 года, возможно, у нас будет бюджет и 170, а может и больше, миллиардов рублей. И эта область достойна. Конечно, есть инфляция, есть значительные траты на ресурсы, которые вырастают в цене, но мы движемся вперед, и бюджет увеличивается. Он увеличивается. Очень хочется, чтобы это было в динамике постоянно так, и чтобы нам не приходилось заимствовать. В этом году правительство всего сумму не более чем 3 миллиарда было вынуждено взять долг в банках. И это очень хороший показатель, потому что есть регионы в Российской Федерации, которые находятся просто с протянутой рукой, действительно постоянно в нужде брать кредиты у банков на десятки миллиардов рублей. Мы чувствуем себя более самостоятельными. Финансовое положение области более стабильно. И я надеюсь, что это как раз сказывается в итоге и будет увидено людьми в их живых доходах, в конце концов. В благоустройстве вокруг, возможность обеспечить больницы, дать бесплатные лекарства льготным категориям. По-прежнему делать так, чтобы у нас практически треть населения пользовалась возможностью бесплатного проезда. Я могу продолжать, но вот это и есть бюджет. Это бюджет, который должен быть в первую очередь направлен на то, чтобы дать средства тем, кто у них больше всего нуждается, тем, кто не может сам заработать, нуждается в льготировании, нуждается в компенсациях. И второе, это средства, которые мы должны вкладывать в собственное развитие, в развитие экономики региона в будущем, и делать его привлекательным для инвесторов, для нашей молодежи, для наших детей. А сейчас инициативное бюджетирование на каком этапе? То есть прошли голосование, и вот что происходит сейчас, тот момент, когда люди уже не касаются этого обычной, а все-таки работа идет? Как раз вот сейчас идет финальная часть, скажем так, подсчета, анализа поступивших заявок. И в конце ноября, точно, абсолютно, мы в бюджете, который будет планироваться, увидим конкретную реализацию тех наказов, которые звучали, и которые граждане отстояли в ходе голосования, в ходе конкуренции. Поэтому окончательные результаты мы увидим в декабре, но в ноябре эта работа будет завершена. Можем мы в рамках этой программы быть примером для других регионов, на ваш взгляд? Безусловно. Ну, любая власть должна строить свои действия, слыша людей. Я знаю много примеров регионов, к сожалению, даже центральной части Российской Федерации, где декларативно существующие правительства или руководители обозначают те или иные позиции, что ремонтировать, где строить, как поступать. Ну, оно основывается только на своем мнении. Это путь, который не просто приводит к недовольству граждан, это путь, который приводит постепенно, наверное, к выцветанию, к выгоранию региона, потому что людям в таком регионе жить неинтересно, в регионе, в котором их не слышат. У нас, я считаю, иначе, это трудный путь, на самом деле, угодить всем просто невозможно, потому что сколько людей, столько мнений. Что ремонтировать, где раньше выполнять какие-то объемы работ. Но у нас этот процесс начался, и десятки тысяч людей в нем уже поучаствовали. И уже освещены улицы там, где их хотели осветить прежде всего. Уже действительно стоят катки, уже отремонтированы школы, остеклены пластиками, окнами, те детские сады, где жители этого сельского поселения или района города за это бились. Мы вошли в эту воду, у нас получается, просто еще очень много предстоит сделать. Ну и не могу не спросить про еще один важный социальный проект. Омская область участвует также и в федеральных программах, и одна из них это строительство детского инфекционного стационара, о котором тоже много говорим, и говорили, и будем говорить. Что сейчас, какие работы там проходят, на каком этапе? Вы знаете, медики города меня поймут, и меня поймут мамочки, которые 10 лет назад, 5 лет назад или год назад оказывались со своим ребенком, с малышом в инфекционных больницах города Омска. Так сложилось, что десятилетиями по статочному принципу вообще финансировалось это направление, я имею в виду ремонты в этих учреждениях. И как-то все считали, что не так часто случаются у детей инфекционные заболевания, можно это все дело пережить, и вот в этих вот старых облезлых зданиях, в конце концов, каким-то образом эту помощь оказать. Но это было очень увязительно. И мамы, и дети запоминали, вспоминают об этом, наверное, с неприязнью, как выглядели наши детские инфекционные стационары. Все силы были отданы на борьбу с сосудистыми заболеваниями, с онкологическими заболеваниями, в битве за высокотехнологичную медицинскую помощь, а детские инфекционные больницы оставались чуть не в довоенном состоянии. Это было неприятно, несправедливо. Но ковид показал, что оснащенные инфекционные стационары порой способны спасать жизнь людей. И Омску была нужна инфекционная больница. И тот корпус, тот комплекс, который сейчас строится на левом берегу, недалеко от больницы скорой помощи номер один, это современное абсолютно технологичное здание, выполненное по всем требованиям, самое главное, не только оснащение, но и санитарного разделения, возможности безопасно лечить одних детишек от других. И то, что губернатору удалось добиться того, чтобы строила военная строительная организация этот корпус, нам с этим сильно повезло, потому что на сегодня идет даже опережение темпов строительства. И военные работают день и ночь. Мы помним, как они возводили корпус военного госпиталя около торгового центра. Мы помним, как они возводили корпус, корпуса точнее, кадетского корпуса на левом берегу у аэропорта. Это труженики, это военные люди, у них не бывает срывов сроков. И пока все остальные кругом ноют о повышающихся ценах, об отсутствии строителей и других проблемах, эти люди просто строят. Инфекционный корпус, детская инфекционная больница строится опережающим темпом. Там на сегодня работают сотни людей, и пока нет сомнений в том, что этот корпус будет сдан вовремя. Причем в ходе тех визитов инфекционных, которые происходят туда, на территорию стройки, все убеждаются, специалисты, в том, что качество строительства достаточно высокое. Нам стоит поучиться у военных в этой части, и, может быть, когда-нибудь поручите другие объекты строительства. Но понятно, что их ресурсы ограничены, потому что у них сейчас немало работы, не только в Омске, а по всей стране. Дмитрий Григорьевич, на этой позитивной ноте у меня все вопросы. Может быть, вы хотите что-то еще добавить? Я хочу добавить, наверное, только одно. Мне крайне приятны те люди, те жители города Омска, которые не сдались, которые не уехали, не рассуждаются над днями о том, где лучше, а пытаются каким-то образом, своими усилиями, общественной позицией, трудом каждодневным, неважно, в школе, на оборонном заводе, как раз и делать бюджет города Омска и Омской области больше. Будем помнить о том, что эти деньги вернутся к нам. Эти деньги работают для нас, для наших детей. И сегодня настроение уверен точно, сам чувствую по своим коллегам, по пациентам, с которыми приходится общаться. Оно потихоньку меняется, меняется в сторону позитива. Омск начинает себя вновь уважать. И Омская область, аграрии Омской области, оборонщики города Омска, они на сегодня действительно работают, с одной стороны, на безопасность нашего государства, экономическую, военную, с другой стороны, работают на свое будущее. Спасибо.